МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну всё, встречаем Юлию Багамазову! Сегодня мы будем говорить о питании детей, об одном из основных факторов, определяющих здоровье будущих поколений. У кого из присутствующих есть дети школьного возраста? Поднимите руки! Есть! Вот для вас эта тема будет особенно актуальна, а всем остальным полезно будет послушать, поскольку дети — неотъемлемая часть нашей жизни. Вы задумывались, чем питаются дети в школе? А вот мы задумались и провели исследование, в ходе которого проанализировали меню 60 школ Тюмени и сельской местности. И вот что у нас получилось. Синим цветом показана норма потребления белков, жиров, углеводов. В школе красным фактический уровень поступления этих веществ, и он не соответствует норме. Также выявлен дефицит по ряду витаминов, минеральных веществ. А ведь школьный возраст — это время, когда организм интенсивно растет и развивается как в физическом, так и умственном аспекте. Все это приводит к снижению памяти, утомляемости, оставлению иммунитета. И мы задумались, а что же больше всего любят дети? Как вы считаете? Ну, смелее! Сладкие! Правильно! Это сладости! Жизни школьников и карамели связаны неразрывно. Мы также провели исследование и выяснили, что кондитерские изделия находятся на втором месте среди предпочтений школьников. Но у нас сложился такой стереотип, что сладкое вредно. Мы с детства слышим «сахар, белая смерть» — это не так. Мы повторяем это детям, внукам. Но так ли это? Да, это несомненно так. Но и не совсем так. Ведь все зависит от того, из чего мы делаем сладкое и каким образом. А весь вред сладостей — от ароматизаторов, красителей, которые в них содержатся. Теперь, что касается сырья. Мы проанализировали полезные дикорастущие ягоды и травы нашего региона. Как мы это сделали? Да всего-навсего провели три простых исследования. В первом случае определили вкус, цвет, аромат образцов. Во втором — содержание очень важного для организма витамина С. Ведь его основная задача — усиление и ускорение умственных процессов. В третьем — содержание бета-кародина — витамина, который совершенно необходим для работы головного мозга. В итоге выбрали три основных компонента. Это ягоды брусники, калины и траву и ван-чая. Брусника с незапамятных времен, свежая и высушенная, сваренная с сахаром или моченая, использовалась как средство для укрепления иммунитета, для повышения аппетита. Калина с давних пор славилась своими целебными свойствами. Плоды использовались как поливитаминное и общеукрепляющее средство. Иван-чай и русской были вкусно, сладок и приятен. В XVII веке Иван-чай в экспортном перечне опережал тогдашний русский бренд — пеньку, золото, меха. А русские знахари называли иван-чай за его целебные свойства воровым зельем. Настоем снимали различные головные боли, лечили воспаление. А в XIX веке он составил мощнейшую конкуренцию индийскому чаю. И совсем недавно люди вспомнили об этом целебном растении. Поэтому необходимо использовать все то, что буквально растет у нас под ногами, во благо современному человеку. Мы выяснили, из чего делают карамель, которую мы все покупаем в магазине. Это красители, сахар, ароматизаторы. Дешево и сердито. И выглядит презентабельно. Но полезно ли это? Важно, чтобы при производстве карамели все полезные вещества от растений сохранялись. Поэтому нужно грамотно организовать технологический процесс с применением щадящих режимов обработки. И вот какое сырье используем. Мы берем фруктозу вместо сахара, ведь она лучше усваивается организмом. Специально подготовленные растения, ягоды, добавки, содержащие фосфолипиды, соединения, без участия которых невозможная работа нервной системы. Силен, микроэлемент, участвующий в формировании иммунитета. И вот такую технологическую схему мы предлагаем. Сырье замораживается посредством шелковой заморозки. Измельчается. А сублемационная сушка и ферментативный гидролиз – это процессы, позволяющие сохранить максимальное количество биологически активных полезных веществ. Теперь в чем заключается суть этих процессов? Полезные вещества в клетке связаны с силами притяжения. И для того, чтобы их достать, нам необходимо преодолеть эти силы, то есть разрушить клеточную оболочку. Это можно сделать посредством тепловой обработки или спиртовым раствором. Но тогда все полезные вещества разрушатся, а спирт детям противопоказан. И поэтому самым эффективным способом будет это использование ферментов. Да, ферменты – это химия, но это химия внутри нас. Ведь без участия ферментов невозможен процесс пищеварения. После того, как мы извлекли эти вещества, нам нужно их получить в сухом виде. И для этого применяется сушка. Обычно как сушат продукты? Их нагревают, а мы наоборот. Охлаждаем до температуры минус 32 градуса. В итоге влага испаряется из продукта в виде льда. Тот же самый процесс мы наблюдаем, когда выносим мокрое белье на мороз. И через несколько минут оно становится абсолютно сухим. И таким образом, когда мы изготовили оболочку для карамели, мы получаем высокоценный пищевой продукт, который заключает в себе пользу нескольких растений. Хотите попробовать? Таким образом, мы выяснили, для того, чтобы восполнить недостаток витаминов, минеральных веществ, мы должны потреблять 15 грамм карамели в сутки. Перед нами стояла непростая задача. Как сохранить и укрепить здоровье населения? Мы предлагаем это сделать за счет продуктов лечебно-профилактического здорового назначения, в том числе карамели, изготовленные на основе местных некорастущих трав и ягод. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Спасибо! Юлия Богомазова